Продолжение следует... И постоянное слушание Шима-Бхагавата как раз означает практику. Если мы что-то делаем изо дня в день, это называется практика. Поэтому сколько есть сил, сколько и приходите. Если кого-то удастся выдержать 30 дней подряд, можно считать, что наша духовная практика очень стабильна. И задача этого фестиваля как раз созвучна со стихом, сегодняшним стихом, третий стих. Это для того, чтобы нам развить вкус к обсуждению Шима-Бхагавата, к чтению, к слушанию и обсуждению Игоря Господа. Шима-Бхагавата дает такие гарантии, что если мы регулярно начинаем слушать Шима-Бхагавата, то рано или поздно этот вкус проявится. Мы можем это даже понимать из нашей жизни обычный. Например, есть такой опыт, что кто-то чего-то не любил, но потом это ел, ел в течение долгого времени и вдруг полюбил. Такое обычно бывает с маслинами. Я знаю, многие там маслины ненавидели просто. Я сам ненавидовал. Но постоянно вкушая, вкус развился. Станиславский говорил, что он когда встречался в пору своей юности, он встречался с одной, как это сказать, кто балетом занимается, девушка. Балеринник. Да, балеринник. Как это сказать. И он не любил балет, безумно не любил балет. Театр он любил, но балет он не любил. Но тем не менее приходил постоянно на ее концерты, на ее выступления. И рано или поздно у него развился вкус, он об этом говорил. Он понял всю глубину этого вида искусства, который посредством танца, изящного танца, может передать глубокие, даже какие-то философские мысли. Поэтому вкус развивается. И я думаю, что, может быть, 30 лекций, может быть, не будет достаточно, с одной стороны, для кого-то. Но для кого-то вполне будет достаточно, чтобы развить вкус к ежедневному слушанию Шимад-Багута. Другими словами, нам необходимо достичь такого уровня, когда мы без Шимад-Багута жить не можем уже. Все. Вот не можем жить. Вот есть такие, знаете, санкиртанщики, которые не могут жить без санкиртана. Например, Монтажеревти, она известная, великая распространительная книга. Она свои результаты не публикует просто, чтобы не смущать других. Но преданные, которые знают, мне говорят, что они в 2-3 раза больше, чем группа санкиртана может быть распространительной. Вот так что. И отсюда, вот если есть вкус, то все остальное происходит гораздо легче. То есть вы можете передать этот вкус достаточно легко. Итак, сегодня как раз самый нектарный, самый вкусный стих. Стих о вкусе. Это третий текст первой главы, которая называется «Вопросы мудрецов». И первая песня называется «Творение». Итак, прочитаем санскрит. Такой короткий стих. Пословный перевод «Нигаам». Ведических писаний. Калопатарох. Древо желаний. Галитам. Спелый. Халам. Плод. Шука. Швила Шукадеву Госвами. Швила Шукадеву Госвами. Впервые поведавший Шримад Багвата. Мукхат. Из уст. Амрита. Нектар. Драва. Негустой. Который поэтому легко глотать. Саммютам. Совершенный во всех отношениях. ПИВАТА, ВКУСИТЕ ЖЕ, БАГАВАТАМ, КНИГА ЗНАНИЯ О ВЕЧНЫХ ВЗАЯМОТНОШЕНИЯХ С ГОСПОДОМ, РАСАМ, СОК, ТО, ЧТО ПРИНОСИТ НАСЛАЖЕНИЯ, АЛАЯМ, ВПЛОДЬ ДО ОСВУОЖДЕНИЯ И ДАЖЕ В ОСВУОЖДЕННОМ СОСТОЯНИЕ, МУХУХ, ВСЕГДА, АХО, О, ВСМЫСЛИ, О, ВОЧНО, ВСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, РАСИКАХ, ТЕ, КТО В СОВЕРШЕНСТВЕ ЗНАЕТ РАСЫ, ХУВИ, НА ЗЕМЛЕ, ПХАВУКАХА, ПХАВУКАХА, МУДРЫЕ И МНОГООПОТНЫЕ, МУДРЫЕ И МНОГООПОТНЫЕ, ПЕРЕВОД ЕГО БОЖЕСТНОЕ МИЛОСТИ, АЧЕБА КТИ ДАДДО СВАМИ, СЩИЛУ КРУПАДЕ, О, ИСКУШЕННЫЕ И ВДУМЧИВЫЕ ЛЮДИ, ВКУСИТЕ ШРИМАТ БАГАВАТАН, ЗРЕЛЫЙ ПЛОД ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ В ВЕДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРАЮ. Он и зашел из Шри Шукадевы Госвами, отчего стало еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая освобожденные души. Комментарии. Всего 10%, 20% от услышанного, 30% от увиденного, 50% от услышанного и увиденного, 70% от того, в чем мы участвуем интерактивно, и 90% то, чему учим. То есть я в самовыгодном положении. Сегодня я должен от этой лекции запомнить 90%. Но есть шанс у слушателей, если мы слушаем в каком настроении того, что это нам нужно будет пересказать, вот как мудрецы слушали Суты Госвами, или как Суты Госвами слушал Шукадеву Госвами, то это то же самое, что все равно что давать, да, то есть как передавать. Еще есть такой момент, мы можем слушать и сразу с целью записать какие-то вопросы, с целью. То есть вы отлавливаете, какие вопросы можно задать, так, например, это тоже хорошо. И даже если на эти вопросы будут ответы в течение лекции, то, по крайней мере, этот материал, он будет нанизан на эти вопросы, и он будет уже как бы запомниться нам. Поэтому я небольшое отступление сделал. Это важная часть для того, чтобы работать с Багватом таким образом. Особенно, когда мы читаем комментарии, еще язык такой научный может быть сложный, какие-то вещи, да, поэтому можно записывать себе вопросы в том числе. Итак, в предыдущих двух шлоках убедительно доказано, что Шримад Багватом – это возвышенное произведение, которое, благодаря своим трансцендентным качествам, превосходит все прочие ведические писания. Оно трансцендентно ко всякой мирской деятельности, к мирскому знанию. В этой шлоке утверждается, что Шримад Багватом не только высочайшее писание, но и зрелый плод всей ведической литературы. В прошлом стихе, в комментарии мы говорили, да, там даже, говорится это в самой шлоке, не в комментарии, зачем нужны еще какие-то писания, если Шримад Багватом дают уже все. Зачем нужно еще поклонение каким-то полубогам, если Шримад Багватом описывает бога богов? Таким образом, есть смысл для всех ищущих, желающих, так сказать, обрести счастье, отбросить все писания, которые говорят о полубогах, все виды поклонения полубогам, просто предаться Шримад Багватом, просто предаться Шримад Багватом и погрузиться в нектар Шримад Багватом, в котором есть уже все, подобно тому, как в 100 долларов уже содержится и 1 доллар, и 10 долларов, и 50 долларов. Подобно этому Шримад Багвату уже есть все. Иначе говоря, это слитки ведического знания, поэтому так важно слушать его терпеливо и смиренно. Вчера мы также говорили, что лишь согласие внимать Шримад Бхагавата возвышает нас до уровня Парамахамс. Потому что в противном случае не было бы никакого резона собираться на нагласы по Шримад Бхагаватам. Потому что Шримад Бхагавата однозначно заявляет, что это писание для Парамахамс, для святых нечинств. Поэтому как нам вообще, жителям Кали-юги, взять и сидеть, умничать, что-то говорить и что-то принимать? Нет. Надежда большая есть, потому что Шримад Бхагавата утверждает, что просто согласие внимать Шримад Бхагавата уже возвышает нас на уровень Парамахамс. Внимать значит внимательно слушать. И здесь Шримад Бхагавата также говорит. Иначе говоря, это от стык юридического знания. Поэтому так важно слушать его терпеливо и смиренно. Следует воспринимать послание Шримад Бхагаватам и его наставления с великим почтением и вниманием. Поскольку Шримад Бхагавата не отличен от самого Бога, то очевидно, что стоит им управлять то же самое почтение и внимание. Веды сравниваются с древым желанием. Так как содержат все знания, которые могут быть доступны человеку. Они рассматривают вопросы, связанные и с материальными потребностями, и с духовным осознанием. В ведах содержатся систематизированные основы знания в социальной, политической, религиозной, экономической, военной и медицинской сферах. Химии, физики, метафизики и прочих предметах. А также все, что необходимо знать для поддержания тела. Ведь объемные знания. И если кто-то утверждает, что веды, они уже умерли, и они не нужны, и они неактуальны, то они глубоко ошибаются. Сейчас большинство наук начинают использовать ведические знания. В том числе и такие науки, которые перечислены здесь пропадом. Кроме того, там есть специальные указания, направляющие человека к духовному самоосознанию. Систематизированное знание постепенно поднимает живое существо на духовный уровень. И высочайшее духовное осознание. Это понимание того, что личность Бога является источником всех духовных вкусов и рас. То есть, другими словами, в личности Бога есть уже все вкусы. Все, абсолютно все. Нет смысла пытаться найти эти вкусы в каких-то других вещах. Начиная с брахмы, самого первого живого существа, рожденного в этом материальном мире, и кончая ничтожным муравьем, все хотят наслаждаться определенным вкусом, ощущаем чувствами. Эти чувственные удовольствия определяются термином рас. Существуют различные виды рас. В богооткровенных писаниях перечисляются 12 разновидностей рас. Праудра — гнев, Абхуда — удивление, Швингара — супружеская любовь, Хасия — смерть, Вира — рыцарство, Дая — милость, Дасья — служение, Сакхья — дружба, Пхаянка — ужас, Бибхатса — потрясение, Шанда — нейтральные отношения, Вацалия — родительские отношения. Вот такие 12 рас, но это расы, на самом деле, расы отношений. То есть помимо отношений есть расы или вкусы, связанные с чувствами. Вкус, вот у нас есть чувство обоняния, осязания, чувство вкуса, но вкус не ограничивается только чувством вкуса. У нас есть вкус, например, определенный вкус к прикосновению. Кому-то безумно нравится пенопласт какой, да, а кому-то от этого мурашки. То есть разные вкусы. Кому-то нравится шелк, а кому-то, наоборот, синтетика. Это определенный вкус. Кому-то нравится уже такое сапожком, знаете, там 2-3-4 дня в тепле, устоявшее. А кому-то, извините, маслянистое, свежее. Кто-то вот если уже, там, извините, 20-30 минут, все, я уже это не ем. Вот. Это, конечно, не имеет отношения к просаду, но санатма Госвами, он ел Маха Прасад от Джиганадхи, который уже даже коровы и собаки не ели. Просто. То есть он уже был твердый, как камень, рис, представляете, да. И Господь Чиритания, он узнал об этом и нашел его, там, на заднем дворе, на сидячем. Потому что санатма Госвами, он сначала просил подаяния, но потом понял, что я не должен этого делать, потому что я начинаю оценивать. Оценивать, кто дает, спасибо, хорошо, здорово, возвышенный, грешна. Кто не дает, в невежестве, садху. И он поэтому перестал просить пожертвования, он просто ушел и стал видать нас вот этим рисом, который Маха Прасада, который выбрасывает уже корову и собаку. То есть его не выбрасывают, но животное. И Господь Чиритания, когда увидел, что санатана ест этот рис, он сказал, «Как ты негодяй, как ты посмел, в одиночку, меня не позвал!» Иначе он тоже ест этот рис с великим наслаждением. Это вкус. И здесь нельзя сказать, что это вкус в гуне невежества, потому что это пища свыше двух часов, там, и так далее, она твердая уже. Нет, это Маха Прасада. Это особый вкус, мы об этом будем говорить сегодня еще. Но здесь вот эти 12 вкусов, это 12 вкусов отношений. Совокупность этих рас называется любовью, как ни странно. Любовь проявляется в первую очередь в поклонении, служении, дружбе, родительской привязанности и супружеской любви. Когда же эти пять видов проявлений отсутствуют, любовь косвенно выражается в виде гнева, удивления, смеха, рыцарства, страха, потрясения и так далее. Ну, здесь Прасада приводит дальше пример. Например, раса любви мужчины и женщины называется супружеской любовью. Но когда эти любовные отношения нарушаются, могут возникнуть удивления. Дорогая, как ты могла, да? Удивление, гнев. Да как ты могла? Потрясение. Боже, я этому человеку отдала всю свою жизнь. И даже ужас. Порой любовные отношения между двумя людьми достигают своей кульминации в ужасных сценах убийства, пишет Шнабрупана. На бытовой почве очень много преступлений совершается, статистика показывает. И это тоже определенная раса. Эти расы проявляются в отношениях между людьми и между животными. В материальном мире невозможны взаимоотношения или расы между человеком и животным. Или между человеком и живым существом другого вида. Обмен расами происходит между представителями одного вида. Что же касается духовных душ, то они качественно едины с Верховным Господом. Поэтому первоначально обмен расами происходит между духовным живым существом и духовным целым, Верховной Личностью Бога. Очень логично. Мы говорили в первых стихах, утверждал, почему я с этого утвердил Верховную Личность Бога. И утвердил то, что мы говорили абсолютно действительно, состоит из трех аспектов. Параматма, Багаван и Праман. И высшим из них является Багаван, потому что он имеет личностный аспект. И очевидно, что если есть Личность и есть другая Личность, то между ними должны быть отношения. То есть возможные отношения, как минимум. И эти отношения тоже должны иметь какой-то вкус определенный. Итак, поэтому в шрути мантрах, я, кстати, приношу извинения, шрути мантры, вот здесь как раз еще Круппада отвечает на этот вопрос, ведических гимнах, я назвал Смрити ведическими гимнами, нет, Смрити это как раз Пураны. То, что вспомянуто, а то, что услышано, это в шрути мантры, и вот здесь говорится. Поэтому в шрути мантрах, в ведических гимнах, Верховная Личность Бога называется первоисточником всех рас. То есть, общаясь с Верховным Господом и находясь с Ним в злого взаимоотношениях своей изначальной расы, живое существо обретает истинное счастье. То есть, другими словами, что мы стали счастливыми, нам нужно понять свою изначальную расу, свой изначальный вкус отношений с Верховной Личностью Бога. Шрути мантры указывают, что каждое живое существо имеет свое изначальное и естественное положение с присущей ему определенной расой, которой оно обменивается с Личностью Бога. Изначальную расу в полной мере можно ощутить лишь в освобожденном состоянии. В материальном мире раса принимает извращенную временную форму, поэтому расы материального мира проявляются в материальной форме, раудры, гнева и прочее. Таким образом, тот, кто обладает полным знанием этих различных рас, которые являются основой деятельности, способен отличить ложные проявления изначальных рас, отражающихся в материальном мире. То есть, другими словами, наши деятельности зависят от нашего вкуса. Все его всем следуют своему вкусу. Как правило, человек не будет делать то, что ему невкусно. Вот, посмотрите, дети, они не хотят его, не могут. И человек, он более изящный, конечно, это делает, он не корчит бельмассы, он говорит, да, конечно, я это сделаю. Но он либо не делает это, либо делает недобросовестно, либо трансформирует эту деятельность таким образом, чтобы она ему была вкусна. Вот. Таким образом, отвечая на вопрос, каким же образом трансформировать вот эту неправильную расу, неправильный вкус в правильную, сменив деятельность. Ну-ка, об этом мы еще поговорим. Следующий ученый стремится наслаждаться подлинной расой, в ее духовной форме. Вначале он хочет слиться с Всевышним. Так не очень разумные трансформируеталисты, не постигнув различные расы, не могут выйти за пределы концепции слияния с духовным целом. В этой шлоке определенно говорится, что духовную расу, которой наслаждаются даже в освобожденном состоянии, можно ощутить, слушая Шриман Багаватам, так как это произведение – зрелый плод всего ведического знания. То есть, другими словами, если мы начинаем слушать Шриман Багаватам, то и Шриман Багаватам поднимает нас на уровень Прамахамсы, а уровень Прамахамсы – это уровень личностного восприятия Бога. То есть мы становимся даже выше имперсоналистов, выше трансформистов, выше освобожденных душ, по сути дела. Вот такой эффект Шриман Багаватам дарует. Смиренно слушая это трансформируетное произведение, можно полностью удовлетворить желание своего сердца. Хочу сказать для всех, так сказать, слушателей онлайн, что эффект восприятия звука онлайн и лично, он немножко разный. И это не зависит от Шриман Багаватам, это зависит от человека. То есть, когда мы находимся дистанционно, то есть много отвлекающих факторов фраз, и наше восприятие, оно уже идет изломанное вот этими волнами, через которые передается звук. То есть, про Махамса он может слушать везде Шриман Багаватам. Он может читать, и для него нет разницы. Про Махамса может там с Луны трансляцию наблюдать, и для него не будет разницы. Таким же образом, если мы еще не достигли какого-то определенного уровня, рекомендуется лично присутствовать в зале. Был такой случай от Матата Прабуэта, ученик Шилкупада рассказывал. Такая мода была среди предных, они оставляли диктофоны свои на лекции Машиман Багаватам. Ну, а потом, по всей видимости, пытались найти время, чтобы эти лекции послушать. Ну, практика показывает, что если кто-то что-то записывает, да я потом послушаю, потом не приходит. И он сделал следующую вещь. Однажды он пришел на лекцию, он записал свою лекцию в магнитофон, поставил магнитофон на Вейсасу, включил и ушел. Вот таким образом. И очевидно, что уровень восприятия звука, даже трансцендентного звука, который не зависит от Шриман Багаватам, от самого звука, но от нашего сознания, он гораздо интенсивнее и гораздо эффективнее ложится на сознание в личном присутствии. Поэтому всех онлайн-слушателей я приглашаю, ну, как минимум, в субботу. И те, кто находится вот в такой шаговой доступности, ну, там, до 50-80 километров, пожалуйста, приезжайте к нам. Итак, но нужно быть очень осторожным, так как слушать это послание следует из надлежащего источника. И здесь следует мне оговориться. Сразу возникает вопрос, а Югударма – это надлежащий источник вообще или надлежащий источник. И ответ тоже кроется в Шриман Багаватам. Другими словами, если говорящий имеет искреннее желание не просто донести это знание, да, и поделиться, как может быть, каким-то своим опытом в этом знании, но является еще и, так сказать, состоит как минимум в цепи ученической преемственности, то, в принципе, он может являться при определенных условиях, при условии преданности Гуру Парамкаре, он может являться проводником, Шриман Багаватам и представителем Я-Сатэ. Поэтому не все так страшно. То есть, ровно в той степени, в которой я предаюсь духовным учителям и Шриман Багаватам, ровно в той степени каждый из нас, включая меня, получит нужное послание и то благо, которое уже заложено в Шриман Багаватах. Итак, его принес из духовного мира, там, святого знания, Нарадамуни и передал своему ученику Шриви Асадеве. Последний, в свою очередь, поведал это послание своему сыну Шриви Шукадеве Госвами, а Шрилу Шукадеве Госвами передал ему Махараджа Барикшику за семь дней до его смерти. Шрилу Шукадеве Госвами с самого рождения был освобожденный душой. Он был освобожденным уже во чреве своей матери и после рождения не проходил никакого духовного обучения. Человек, только что появившийся на свет, еще ни на что не способен, ни в мирском, ни в духовном смысле. Но Шрилу Шукадеве Госвами был освобожденный душой и ему не надо было проходить через постепенный процесс развития, чтобы достичь ступени духовного осознания. В Библии также говорится о брате Иисуса Христа Иоанне. Иоанне. Иоанне, да? Иоанне. Иоанне, по-моему. Я могу путать, я прошу прощения тогда. Но там говорится о том, что он же в очреве матери был освобожденным душой. Он не вкушал ничего нечистого. Это означает, что Дева Мария была вегетариантой. Это означает. И означает, что уже в очреве матери брат Иисуса Христа был святым. То есть, он был уже неоскриненным святым, безгрешным. Такое возможно. И все же, несмотря на то, что он был полностью освобожденный личностью и занимал трансцендентное положение, поднявшись на тремя гунами материальной природы, его привлекла эта трансцендентная раса верховной личности Бога, которому поклоняются освобожденные души, воспевающие гимн Верк. Игры Верховного Господа больше привлекают освобожденные души, генерских людей. Господь, несомненно, не может быть безличным, потому что обменивается трансцендентной расой, трансцендентной расой можно только с личностью. Шриман Багаватал повествует о трансцендентных играх Господа. Шри Шукаде Вагасвами последовательно описал их, поэтому содержание Шиман Багаватам привлекает людей всех классов, включая ищущих освобождение и тех, кто хочет слиться с высшим целым. Санскритское слово шука означает попугай. Когда эта птица клюнет своим красным клювом созревший плод, он становится еще сваще. Зрелый и сочный плод венического знания получен из уст Шил Шукаде Вагасвами, который получен из уст Шил Шукаде Вагасвами, который сравнивается с попугаем. Не потому, что он был способен пересказывать Багаватам в точности таким, как услышал его от своего ученого отца, а за свое умение преподнести это произведение в привлекательной для всех категорий людей форме. Шиман Багаватам преподносится устами Шил Шукаде Вагасвами так, что любой искренний слушатель, внимающий ему со смирением, может сразу ощутить его прецедентный вкус, отличающийся от извращенных вкусов материального мира. То есть квалификация простая. Искренность и смирение больше ничего. Искренность это просто простота, это мой искренний мотив. Я пришел на Багавату не потому, чтобы обо мне так подумали хорошенько, не потому, что хочу вот сейчас нахвататься своих игрушков и потом сам уничать свои сасаны, а просто это искреннее желание постичь, слушать об играх Господа. Исмирение это глубокое уважение и почтение к Багаватам как дыхание Господа. Этот созревший плод не упал ни с того, ни с сего с высшей планеты Кришнологии. Напротив, его осторожно, бережно и не повредив, опустили по цепи ученической преемственности. Недалекие люди, не принадлежащие цепи трансцендентной ученической преемственности, совершали грубые ошибки, пытаясь постичь высочайшую трансцендентную расу, называемую танцем расы, не следуя поступам Шукадевы Госпами, бережно передающего этот плод по ступеням трансцендентного осознания. То есть, другими словами, нет никакого смысла просто прийти послушать профессиональную чтецобагу, которая не связана парам-парам-парам. Мы лучше предпочтем слушать какого-нибудь пакту, который, может быть, два дня в сознании Тришны не пытается искать и изучать и делиться этим, нежели профессионального чтеца, потому что он не связан с парам-парам из Шукадевы Госвами, соответственно. Метод ученической преемственности школы Багаваты предполагает, что и в будущем нужно постигать Шиман Багаватам слушая истинного представителя Шрилы Шукадевы Госвами. Профессиональный чтец, зарабатывающий на чтении Багаватам, не имея на то права, безусловно, не является представителем Шукадевы Госвами. Единственная забота такого человека заработать себе на жизнь. Наши классы совершенно бесплатные, это рекламная пауза. Поэтому все желающие могут посетить их не только онлайн, но и лично. Поэтому нужно избегать лекций подобных профессионалов. Обычно такие люди обращаются к самой сокровенной части произведения, минуя процесс постепенного постижения этого серьезного предмета. Как правило, они берут за описание танца раса, за описание танца раса, неверно понимаемого недалекими людьми. Берутся за описание танца раса, неверно понимаемого недалекими людьми. Некоторые считают его безнравственным, другие же пытаются скрыть его суть за собственным глупым толкованием. Они не хотят следовать поступам Шрилу Шкадео Госвами. Из вышесказанного следует, что тот, кто серьезно изучает расу, должен принять послание Багвата по цепи ученической преемственности, идущий от Шрилу Шкадео Госвами, который излагает Багватам с самого начала, а не произвольно желая угодить обывателям, имеющим ничтожное познание в науке о трансцендентах. Шриман Багватам преподносится так бережно, что искренний и серьезный человек может сразу же насладиться зрелым плодом ведического знания, просто вкушая нектарный сок, исходя из уст Шкадео Госвами или его истинного представителя. Итак, я повторю стих. О, искушенные и вдумчивые люди, вкусите Шриман Багватам, зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шми Шукадео Госвами, отчего стало еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежний приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души. ОМАГЯНТИМИРАНДАСЬЯ ГАРАНЖНА ШАЛАКАЯ ЧАКШУМИРИТАНЬЕ НАТАСМАЙШИГУРАВЕЙДУМАХА ШРИЧАЙТАНЬЯ МАНОБИШТАМСТАВИТАМЬЕ НАБУТАЛЕ СВАЯ МРУПАМКАДАМАХЯНДАДАСЬЯ СВАЯ ПАДАНТИКАММВАЧА ГАЛПАТАРУБЯЩЧА КРИПАСИНГУБЯ ЭВАЧА ПАЧИТАНАМПАВАДАНЫМЮВАЙШНАВЕБЬЯ ОНАМОН МАХА ЧАЙШИКРИШНАЧАЙТАНЯАПРАБУНИТЯНАНДА ШИЯТВАЙТАГАДАТХАРАШИВАСАДИГУРБАТТАВРИНДА Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Дама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале, Шримати Бхакти Веданта Слави Дети Намине, Намасте Сарасвати Деве Гавуравани Прочарине, Нир Вишешашу Нраваде Пашчатане Шандарине. Так, сегодня очень серьезная тема, на нее вообще я прошу отводить больше времени. И тем не менее предполагается, что каждый из вас медитировал на этот сценарий шлоп. Найдите комментарии, уже есть вопросы, есть какое-то понимание этого предмета. Тема интересная, потому что вкус это не нечто запредельное, нечто трансцендентное. Вкус мы видим, что присутствует также в этом мире, любой вкус. Вкус через что-то слушать, красивую музыку, некрасивую музыку. Кто-то слушает хард-рок, кто-то слушает классику. Вкушать какие-то продукты, вкус присутствует определенным людей. Смотреть те или иные вещи. Кто-то наслаждается от вида роденовского мыслителя. К примеру, кто-то от Микки Ланджевской, Мадонны. Кто-то от каких-то непонятных вещей. Там, Калдрата Мальевича, например. Вот, и так далее. Разные вкусы. И поэтому говорят о вкусах не спорят. Почему? Потому что в этом материальном мире эти вкусы лишь отражение. И их многообразие обусловлено чем? Взаимодействием кун материальной природы. Подобно тому, как три цвета, смешиваясь в разных пропорциях, дают нам бесконечную палитру цветов. Да, как раньше было, я помню, в детстве. Шесть ламазеров, шесть цветов. Потом появились двенадцать цветов, боже. Потом тридцать два цвета. Сейчас там сорок восемь цветов. Денадцать шесть ламазеров там огромные такие. И думаю, откуда вообще их все? Их может быть миллионы, ламазеров. Миллионы, потому что, представьте, три цвета сочетаются. Это сколько комбинаций? Восемьдесят одна, по-моему, да? Потом вот эти все восемьдесят одна комбинации могут сочетаться между собой. Это получается геометрическая прогрессия. И так далее. Поэтому существует такое количество характера людей, не похожих на друг друга, на себя. И на себя в том числе в разные моменты, да? Очень много, да, как поется, «не похожий на тебя, не похожий на меня, мальчик чернокожий». Вот. Их очень много, этих вкусов. И поэтому говорят о вкусах не спорят. Потому что если мы начнем спорить о вкусах, это уйдет в вечность. Но есть, утверждают, Шиман-Багватом изначальный вкус. Прародители всех вкусов. И Шиман-Багватом, он не исследует вкусы в гуне невежества, в гуне страсти. Кришна дает Арджуни эту науку. Он говорит о вкусах в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне благости. Но здесь предполагается, что те, кто изучает Шиман-Багватом, они уже знакомы с Багаватгитой. То есть не знают, что такое гуны, материальные природы. И Шиман-Багватом, как мы в прошлом стихе говорили, он не исследует какие-то вещи до освобождения. Его предмет исследования начинается после освобождения. И более того, не просто боли после освобождения, а уровень Брамабуды, который относится к восприятию Бога как богомана, личности. Здесь ничего не говорится о каких-то вещах, которые упомянуты, например, в Апанишадах. И о безличных, например, как минимум безличных вещах. Здесь говорится чисто о личностной природе Бога и о Него иконах. Итак, вкусы. Стоит вопрос. Коль так уж мы следуем всегда за вкусом, то есть ли смысл просто отдаваться этим вкусам? Как обрести высший вкус? А каким вкусом мы следуем, и вот если даже в материальном мире их сжать, зиповать, то каким вкусом мы в основном следуем? То есть в чем этот вкус? Он, безусловно, касается отношений, так, и драгочей. Он утверждается, что живое существо изначально в себе полно знания, вечности и блаженства. Так ведь? И если мы посмотрим на те отраженные или даже извращенные вкусы, которые есть у всех нас, мы увидим, что они как раз связаны с этими тремя позициями, с этими тремя категориями знания, вечности и блаженства. Ребенок только появился на свет, только начинает ходить, даже еще не начинает ходить. Он начинает уже все исследовать, тянет в рот, потому что это самое сильное, как бы, чувство, которое у него, так сказать, вкус, да? Он тянет все в рот, начинает пробовать вот это на вкус. Если ему там дают горчицу, как от соски отучают, да, горчицу, он начинает корчиться, или лимон, он начинает корчиться. Так он познает вкусы, и в том числе твердое, жесткое, мягкое и так далее. Он уже стремится к познанию, когда он начинает ходить, он сразу открывает ящички всякие, там что-то берет, ножницы там, что-то еще и так далее. Вот, маленькие дети, они очень интересные. Мне один раз жаловалась соседка, вот, мой средний сын, он пришел туда, она говорит, заберите его, больше ко мне не приводите. Что случилось? Он порезал мне все калоши, там бабушка такая была, он где-то нашел ножницы и стал исследовать, вот, так сказать, порежет, не порежет, пробьет или не пробьет, как Задорнов пишет, да? Гиря пробьет, это гиря или не пробьет. Начинаем исследовать, даже взрослые люди. Это знание, она тяга к знанию. В старом возрасте она проявляется как знание, вернее, тяга или вот этот вкус к склейку. А что там? А так, ау-у-у-у. Самый употребляемый продукт – это новость. Новость. Это тоже стремление к знанию, как проявляется. Изначальное стремление к абсолютному знанию, или вот наша полнота в знании, она как раз компенсируется вот этим. То есть мы еще не знаем, как, куда обращаться. И поэтому мудрецы говорят, вот, с ним на два года. Не нужно больше ничего, не нужно никаких склейку. Если уже склетничать, то склетничайте о Кришне. То, что и делают гопья, пастушки Уриндама. Что они делают? Они склетничают. Чего там Кришна? А-а-а, а что он с ним делал? Да он этот выдущик, он там рассказал всем, что он там, у него какого-то демона, божий. Да все было с этим раманов. Ну что этот Кришна вообще может сам? Такой хвостур. Он тут собрался еще там, этот, жемчуг сажать. Ну, совсем с ума сошел. Думает, что жемчуг растет на деревьях. Кто бы хоть рассказал, он и шел ему что-нибудь. Да и вот эти сплетни, постоянные трансидентные сплетни. Следующее. Вечность. Мы все стремимся к вечности. Мы все живем так, как будто мы вечны. Даже человек, который знает уже, что он смертен, он живет так, как будто он вечен. Почему? Потому что душа из сердца, вечно она, у нее нет страха изначально. И даже каждый день мы видим смерть. Каждый день какой-нибудь мотоциклист, к примеру, видит, да, и знает, что разбил свой товарищ. Но он не сходит с мотоцикла, он продолжает ездить, например, да. Все, каждый день там что-то падает, самолет какой-то падает. Но люди продолжают летать. Нет проблем с этим, да. Какие-то теракты происходят. Но люди, ну, как бы все равно продолжают посещать места, какие-то скопления и так далее. Вот это понимание, вернее, отсутствие страха, бытового страха перед смертью, говорит о нашей вот этой полноте вечности, что мы вечны. И у нас есть вкус к этому. Посмотрите, сколько произведений связано с вечностью, да. Как силен вкус к каким-то мистическим вещам, которые продлевают благолетия, например, даруют, да. И не к мистическим, а чисто по здоровью, да. Там йога очень популярна. Сейчас Ассоциацию, говорят с Англии, он принял решение проведения международного дня йоги. То есть весь мир занимается йогой. Для чего? Думаете, для того, чтобы обрести связь с Кришной? Нет. Для того, чтобы продлить свою жизнь. Но для чего продлить свою жизнь? Для того, чтобы продлить свои чувственные наслаждения. И это третий аспект. Мы не можем от этого взять и избавиться просто. Мы полны знаний, вечности, блаженства. И вечность нужна нам для чего? Для блаженства. Поэтому мы продлеваем свою жизнь для того, чтобы наслаждаться жизнью. Да? Наслаждать свои чувства. Но это невозможно. В предыдущем стихе мы обсуждали. Я уверен, что тот, кто начинает заниматься наслаждением чувств, он сразу сталкивается с чем? С тройственными видами, с тремя видами страданий. С сразу же, мгновенно. В этом материальном мире так устроено. Потому что здесь лунный, материальный природный. И поэтому, что Матбакова, он даже не рассматривает эти темы. Как избежать страданий, как получить освобождение, как с этими будут взаимодействовать. Веды, Кармаканда, Упасан, Кармаканда, там еще какие-то разделы. Они кому говорят, как жить в этом материальном мире и наслаждаться. Но Шимат Бабау не тратит на это время. Сливки ведического общества, да, Шимат Бабау говорит? Сливки. Сливки – это значит самое ценное. То есть химия, физика ведическая. Тут нету этого ничего. Сразу говорит, как не просто получить освобождение, а как вернуть себе изначальную природу, изначальную расу. Как обнести изначальную расу. Вот о чем Шимат Бабау говорит. О том, как вернуть себе изначальную расу. И более того, это не только цель Шимат Бабау, но это и средство Шимат Бабау. Потому что, слушая трансцендентное деяние Господа, мы начинаем потихонечку возвращать себе этот вкус. Даже в Маеваде, Шимат Бабау это утверждает, даже в Маеваде, они чувствуют это все пропадом. В этот случай, когда один Маеваде пришел в Бахтисинаде Саразбате, так в гуру, и вызвал его на диспут. Он победил всех у учеников, и просто с вами неинтересно. Где ваш гуру? Где ваш гуру? Сейчас мы с ним разберемся тоже. И ученики сказали, да, тебе надо к нашему гуру. Бахтисинад Саразбат так уже сказал, пожалуйста, дай мне час. Не перебивай меня. Я просто хочу час говорить, потом ты задашь все свои вопросы, опомернешь все мои доводы и все остальное. И поскольку Бахтисинад Саразбат так, он обладал этим вкусом, как Бхагавата, то он стал описывать просто природу, Бхагавана, его трансцендентную обитель, окружение. Он стал это рассказывать таким образом, как будто сам был жителем Духовного мира. Но он и был жителем Духовного мира. Поэтому этот сильный вкус, он так накрыл этого Маеваде, что в первую встречу он ничего не смог задать, ни одного вопроса. Бхагаван Саразбат не смог справиться со своими эмоциями трансцендентными. Он сказал, хорошо, приходи завтра, я сейчас немножко не в том настроении. И на следующий день тот пришел, он сказал, хорошо, дай мне час. Вчера не удалось, как у меня, я немножко расчувствовался, вот давай, дай мне еще один час. И он сказал, ну окей, окей, с вами же, да, давайте, не переживайте. И был еще один час, после чего упал в ноги, попросил принять прибежище, что он дал вам посвящение. Также один из учеников Атмататва Прагу, он был Атманандасвами. И встретившись с Прагмачариями, просто за три месяца он стал из Атмананды, Свами, стал Атманататвейдасом. Все. Вот этот вкус, даже отраженный, могут передать духовные учителя. Например, один из учеников, Рамануджи Ачария, он во время Радхаятры нес зонтик на своей супругой возлюбленной, да, и он смотрел в глаза, и вот такая красота, зонтик. У него был вполне определенный вкус. Ну, тебя Атхая его, так сказать, поскольку поскольку интересовала, ну, просто традиция нужна, вот он шел и смотрел на нее. И ученики Рамануджи Ачарии стали жаловаться. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, что-нибудь с этим расколом, он такие оскорбления совершает. Во время процессии, вот он просто несет зонтик не на Джаганатхе, а на своей супругой, для него это божество. Он наслаждается просто чувственным наслаждением, прямо вот здесь, вот, в этой процессии, что-то надо с этим делать. Рамануджи Ачария познал его и сказал, а ты можешь поделиться со мной, что ты увидел в своей супруге? Он сказал, с вами же, ну как же, посмотрите, такой взгляд, такие глаза, я просто тону в них. А если я тебе покажу другие глаза? Если мне покажете другие глаза, я погружусь туда. Если они будут более замечательными, более красивыми, эта красота, она просто манит. Ну, пойдем со мной. И он отвел его к божеству Радханадхи. Это, ой, Ранганадхи. Это Ширанган, Храм Ширанга, Южной Индии. И надо видеть это божество, надо обязательно слить туда. Это огромное божество, которое возлежит на Ананташеше. Его взгляд, там, его глаза не украшены каким-то бриллиантами, там еще что-то. Он лежит. И вообще ученые, которые его исследовали, они думают, что это вообще какой-то виман просто спустился. Потому что это напоминает виман. И вот сам Господь, он возлежит, огромнейший размер возлежит на этом Ананташеше и смотрит. И Роману Джачарий придал ему к Радханадхи, стал смотреть в глаза Радханадхи и молиться Радханадхи. Пожалуйста, Господь, взгляни таким образом, как ты умеешь взглянуть. Пожалуйста, взгляни на него. И он смотрел на него и молился. Этот ученик, так сказать, Роману Джачарий, он посмотрел на Радханадху, посмотрел на учителя, посмотрел на Радханадху. Он говорит, что-то не цепляет, что за взгляд, какой взгляд, что-то. Потом опять посмотрел на Роману Джачарию и увидел, что Роману Джачарию видит этот взгляд. Он увидел то же самое состояние, которое он испытывает он при взгляде на свою любимую супругу. И он подумал, я хочу тоже увидеть, увидеть то, что видит мой духовный учитель. И посмотрел еще раз в Назар Анганахи и улетел туда просто. И с тех пор много интересных историй связано с этим учеником. Поразительные вещи, ливы происходили. Но это в следующий раз мы обязательно опишем эти истории. Это то, как мы можем получить трансцендентный вкус, высший вкус, как можем получить просто сомгновение. Да? Сатру Санга, Лама Матра Сатру Санга. За долю секунды можем получить этот вкус. И Шимат Барлоттон говорит об изначальном вкусе. То есть да, мы видим, что все наши вкусы, они сводятся к этим трех вещам. Знания, вечности, блаженства, в той или иной степени. И в зависимости от преломления через грудный материал природы, мы начинаем, так сказать, искать те вкусы, извращенные или более извращенные. Там свинья может наслаждаться собственными испорожнениями. Это единственное живое существо, которое наслаждается собственными испорожнениями. Можете себе представить. Вот такие вкусы, разные вкусы абсолютно. Вот. Но изначальный вкус, говорит Шимат Барлоттон, и в комментариях Шимат Барлоттон объясняет, это пять основных видов вкусов взаимоотношений с Богом. Шан Тараса – нейтральное отношение с Богом. Это Бог велик. Все. Вот это, наверное, мое отношение. Это, ну, подобно тому, как трава может относиться к нам, или, как подстил ко мне, да, он сидит на мне, он великий человек. Не я на нем, а он на мне. Вот это Шан Тараса – Бог велик. Шан Тараса – это раса служения. Бог велик. И я хочу стать его слугой. Я хочу служить ему. Я хочу быть как-то совречащим с ним. Я хочу наслаждать его чувства. Шан Тараса. Шан Тараса – дружба. Дружба. Дружба может быть между равными, как говорится в Махахарате, да. И это ощущение Бога как равного. И в Шан Тарасе мальчики-пастушки, они дурачатся с Кришной, они могут запрыгнуть ему на кашли, могут сказать, ну-ка, закрой рот. Вернее, закрой, закрой рот. Знаете, откуда, да, в детстве они одуванчики во мне сували, так, нет? Ну, вот так иногда дети балуются. Закрой рот, а закрой, закрой, закрой рот. Ну, обычно, я думаю, сейчас человек сладость какую-то дадут. Они берут одуванчики. Вот, да, ну-ка, так делали. С Кришной, по крайней мере, точно делали так. Пастушки равны. Когда он, ну, как бы вспоминает о том, что, простите, вообще-то, ну, например, он проиграл, ему надо на кашлах подовести. Ему не хочется это делать. Он ребенок, попробуйте вот. Дети не очень охотно отдают долги. А Кришна уж тем более, он мешает, как он захочет долги отдавать. И он сразу вспоминает, что он не полный личный Бога. Они говорят, да ладно, ну, что ты только там не наплетешь, из-за того, чтобы не нанести меня. Говорят, ну, я же убил этого демона. Говорят, ты убил демона. Но чего, по благословению Брамана? Как же ты без благословения Брамана? А я холм держал на ладхана, одним пальцем в левую руку. Да ладно, там миллионы пастухов сами посохами поддерживали. То есть они не верят ему, говорят, ты просто это болтун. Вот. И да, просто болтун. И вот о чем мы говорили? О том, что друзья раса, определенная раса, есть четвертая раса, двадцатая раса. Это интересная раса, потому что нам, по крайней мере в России, известно обратная раса, да, то есть Бог-Отец. И Бог-Отец, это как минимум первые три раса. Даша раса, Бог-Велик, то есть Бог-Отец. Это раса слуги, да, си раса, то есть мы отцу служим, как правило. И, ну, в лучшем случае мы другом являемся. Ну, не в лучшем, а как бы уже. Как в какой-то момент мы становимся друзьями. Вот эти три раса. Но отца или раса дает особый вкус, когда мы можем почувствовать себя отцом или родителем, старшим Бога. Это вот положение мамы Ешоды или Нанды Махараджи. Когда Удхова приехал и стал доказывать маме Ешоде и Нанды Махараджи, что Кришна верховная личность Бога, то Нанды Махараджи, он махнул на руку и сказал, ну, да пусть он будет верховной личной Бога для тебя, неважно, пусть он, я не спорю, он верховная личность Бога, но для меня он мой сын. И все, они не приемли другого. Когда мама Ешода смотрит в открытый рот и видит Вселенную, она думает, боже, нет, только нет, только нет, только нет, только нет, только если не дай Бог, он говорит, не дай Бог, я потеряю всякие вкусы отношений с ним. Они, она не хочет терять этот вкус, у них особый вкус отношений, в отца или раз. То же самое люди-пастушки, не дай Бог, вот. То есть это особый вкус, и они не променяют этот вкус ни на что. И еще один вкус, это вкус супружеский, который испытывает гопи Кришни. Это тоже, нету здесь такого, что есть высший вкус или низший вкус. Например, гопи, они искренне завидуют. Кому? Флейте. Вене. Флейте завидуют. Хотя у Кришны с Флейтой отношения, как это, шантраса, нейтральные отношения. Но они завидуют. Завидуют почему? Завидуют потому, что она постоянно соприкасается с губами Кришны. Она постоянно у него где-то здесь рядышком, возле тела, за поясом. Более того, они судебный процесс начинают проводить на две руки. Они постоянно хотят вырвать ее куда-нибудь, выбросить. Они очень сильно завидуют. Шантрас, казалось. Утхова, находясь в дружеской расе, он говорит, «Я хочу стать травинкой во Вриндаве. Хочу стать травинкой во Вриндаве, чтобы стопы гопи наступали на меня». То есть здесь нет такого. Баттирный с вами говорил, хочу стать камнем во Вриндаве. Хотя его раса далеко не шаг в расе. То есть мы вообще рупануги. Рупануги – это манджари даже раса. Это даже не матхури раса, а это матхури-манджари раса. И еще, так сказать, более тонкая раса. И тем не менее, вот это изначально раса и вопрос, как же нам вернуть эту расу? Как нам наш извращенный вот этот вкус трансформировать в возвышенный вкус? Как его возвысить? И мы читали в комментариях, что подобно тому, как все мы, вернее, вся наша деятельность обуславливается нашими вкусами, так ведь мы не будем ничего делать невкусным. К примеру, надо сегодня здесь помыть пол. Вот если бы нам не сказали, мы помыли бы ради этого пол в среду. Ну, Боже, ну что? Ну, какие вкусы здесь у нас? Ну, поскольку сказали, мы делаем это как долг, как аскезу, как еще что-то такое, да? Но если мы это будем делать для Бога, вот представьте, сейчас должен прийти Бог. А он уже сам, на самом деле, здесь, чем отборный, он уже здесь. О, с каким рвением мы начнем это делать? Поэтому, блин, наша деятельность, вернее, наш вкус определяет нашу деятельность, но наша деятельность может определить наши вкусы. Точно так же, как мы будем смотреть балет, 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 как делает Станиславский, и разовьем вкус к этому виду искусства. Подобно тому, как мы едим маслины, 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 едим, 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 и разовьем вкус к этому. Подобно тому, как Данил Чехов, сего группа Ады, не чувствуя никакого вкуса к поклонению, кланяясь к пропаде, он продолжал это делать и развил огромный вкус, кланяясь еще к этому. Каждый раз, когда он видел пропаду, он сразу падал, кланяясь. Такой вкус испытывал. Подобно этому и наши действия могут возвысить наше сознание, наш вкус до нашего трансцендентного изначального вкуса. Поэтому все, что нам нужно делать на сегодняшний этап, мы можем слушать, чем от Багавата, и это действие будет возвращать нам утерянный, утраченный вкус к слушанию, к шаманам об играх Господа. Может быть, какие-то вопросы? У меня вопрос, если, допустим, желание слушать, оно как бы корыстивое, ну, основное, допустим, желание попросить удачу, благодаря этому, там, знаниям, как-то, как избавиться от этого чувства? Я повторю вопрос для онлайн-слушателей. Если желание слушать обусловлено, ну, каким-то корыстным мотивом, обрести удачу, да, то, что нам, в общем, от Багавата постоянно, как бы тоже говорит, кто прослушал этот, там, шлопу, получил освобождение, там, или мужа какого-то, еще что-то. Ну, мужа нет, он на совет, нет на освобождение, как минимум. Удача, счастье и так далее. Здесь есть ответ уже в том, что тот, кто имеет какие-то корыстные желания, ему также рекомендуется слушать Шимат Багавата, даже с корыстным желанием. Почему? Потому что, подобно тому, как мы говорили, 100 долларов уже имеет, 10 долларов, у него включены. Шимат Багавата может дать. Шимат Багавата, он не просто говорит, ага, слушай, я вот тебе сейчас все заберу и ничего не дам, вот пока не созрежешь до духовного вкуса. Также побочным эффектом этого всего является удача, так, подобно тому, как побочным эффектом воспевания, оскорбительного воспевания святого имени является что? Материальное процветание райской планеты. То есть, если, другими словами, если человек хочет обрести какое-то благо и, может быть, даже отправиться на райские планеты, то ему достаточно иметь это желание в сердце и слушающим Адбагавата. Почему? Потому что все уже содержится в верховной личности Бога. Нет смысла обращаться к какому-то отдельному Богу за какими-то благословениями. Почему? Потому что все эти полубоги, они может дать кто? Кришна. Более того, все эти полубоги, они дают эти благословения только с разрешения Кришны. Никак иначе. У них нет независимости. В первой шлоке утверждается абсолютная независимость верховной личности Бога. Только одна личность во всем мироздании Тварины является абсолютно независимой. Это означает, она может дать все, что угодно. Сарва Карна Карна. Кришна является источником всего, причин и всех причин. Это означает, что у Него лучше просить. Когда пишут в тюрьме на помиловку, на помилование, то отправляют не директору тюрьмы, а кому? Президенту. И президент принимает решение об амнистии. Нет смысла. Вы можете иметь очень хорошее отношение с начальником тюрьмы. Шикарное. Можете ему каждый день подачки какие-то давать, пуджу проводить, в два утра вставать, там кланяться ему, как он входит в камеру. Вы можете все что угодно делать. Ботинки ему там вычищать. Но это не в его силы дать вам досрочное освобождение. Не в его силы. Или дать вам какое-то еще там благо, разрешить вам, ну не знаю, выходить из камеры и гулять где вы захотите. Это не его он. До тех пор, пока ему сам президент не скажет, да, человек пусть прогуляет с этим судьбом. Да, есть. Все. Какой смысл вообще вот этого тюремщика, надзирателя как-то под... Ну где-то он что-то может дать тихоря. В отличие от полубога, полубог не может. Потому что он предан Кришне. И он на посту. И он не на посту, как министр, который может там одной рукой брать, другой давать и так далее. Кришна видит все. Как бы, да? Кришна не димошка, видит немножко. И полубоги это знают. Поэтому они, конечно, забываются иногда, что-то делают, но это их ошибки. То есть у них нет такого, у них нет коррупции на райских планетах. Поэтому если кто-то хочет, там, я не знаю, здоровья, счастья, богатого мужа, богатую жену или еще что-то, Шимад Багат. Пришли и слушали на Шимад Багат. Подобно тому, как мы повторяем Святое Имя, развивая личное отношение с Богом, и Господь видит эти желания, и Он их удовлетворяет. Кал Паврикша, мы сегодня читали, да? Кал Паврикша, Шимад Багат, немножко другое слово используется. Кал Паторох. Кал Паторох, треба желания. Треба желания. Потому что все наши желания могут исполниться в Багатах, неважно какие они. Еще вопрос. Еще вопрос. Что у вас здесь написано, и, как вы, с вами говорили, кто серьезно изучает нас, что наша деятельность может определить наш вкус? Надо ли мы как-то когда-нибудь медитировать, или просто служа Раду, и мы можем это естественно. Конечно же, если нам выпала удача общаться с расиками вайшнавами, то есть те вайшнавы, которые изучают расу, то это большая удача. Но даже общение в кругу садху санги, обсуждение игр Кришны является самодостаточным, потому что порождает эту расу. Если мы обсуждаем игры Кришны, это Шимад Багатам. Шимад Багатам в полной своей силе и вкусе может проявляться здесь. Разве никто не замечал, когда кто-то, даже не из старших вайшнавов, рассказывает историю о Кришне, ему чувствуют, а, хочется слушать еще, еще, еще. Недавно мы чествовали Матушку Анандинь, 80 лет лет, это было буквально в воскресенье. И, несмотря на то, что поводом было чествование Матушки Анандине, но не могли преданы не рассказывать о них, о первых преданах, потому что сама Матушка Анандине, ее не было вечно, но она описывала, Акришнананда зачитывала эти все истории. И по часам они должны были остановиться где-то в 6 часов, в просаду, знаете. Я вижу, как уже один вошнав, который отвечает за раздачу просада, промачалим надо рано ложиться спать, понимаете, уже до времени полседьмого, он раз подошел к предану отвечающей за воскресные программы, да, а души дальше не даю было. Второй раз подошел, третий раз подошел, кто-то начинает волноваться, я сам начинал уже волноваться, потому что мне надо быть дома. Но вот этот вкус, который мы испытываем просто, просто даже описывая не игры Господа, а игры с Господом, да, который являл Господь с Вишнавами с этими, он настолько вкусен. Я наблюдал за лицами, я говорю, все сидят, вот так вот смотрят, глаза такие, уже все, как мы просады. Просады, да, конечно, здорово, но вот сейчас мы здесь, мы в этом, мы в этом. И катха, она продолжалась до 7 или до полвосьмого даже, где-то, она достаточно долго продолжалась. И я понял, что я уже должен уходить, но мне, я видел с каким вкусом. И по большому счету, даже обсуждая игры читания Чаретамы, да, вот преданных Господа, да, когда, не просто, в чем-то даже читания Чаретамы слаще, чем Багавата. В чем-то? Потому что описывает не только игры Господа, но игры их преданных, которые совсем близки, вот здесь, которые развивались таким образом, в результате которых принят, Шиман Багаватам, или вкус Шиман Багаватам был принесен вновь на эту планету. И это как, это подобно тому, как Шукадевка с вами накусил этот плод. Понимаете, да? То есть это как бы игры в развивающихся играх, в развивающихся играх. Господь Чаретаме, когда выходил с Киртона, он просто начинал танцевать, то этот вкус у людей, он просыпался просто естественным образом. Известный вот это наград Сан-Киртона, когда отправились к мусульманскому правителю, как его звали? Кази. Да. Миллионы, миллионы, просто они проходили, деревни какие-то проходили, деревни, большие, там население большое, и вот они видят вот это просто, там кто-то танцует, падает, бавав, Господь Чаретаме подпрыгнул, падал в пыль, катался, опять, они понимают, Боже, какой вкус, то есть они сразу, ветер просто дул, касался тела, после дочитания, и вся деревня, она просто выходила и начинала танцевать. Можете себе представить, какая сила вкуса. Это, поэтому, для того, чтобы нам, как бы, обрести этот вкус, нам достаточно общаться с преданными и со святым именем, ну, и с Баглотом, потому что нет преданных без Баглотом и святого имени, все они автоматически там. И эта наука о вкусе, она будет входить в нас постепенно. То есть, другими словами, мы полны изнутри. То есть, в нашем сердце есть вся эта раса. Не обязательно для этого, знаете, есть такое понимание. Если у вас, в ваш духовном учитель, не расик, а ващнах, или если он, не погружен в расу, да, это сахаджия, на каком-то этапе это может быть сахаджия, расик и ващнах не открывает своего Баглотом. И он может поделиться высочайшим вкусом лишь с тем, кто уже дозрел до этого. Поэтому в нашем уровне сейчас мы вообще поклоняемся божествам, брат Хискришны, как Лакшмина Раи. Вы знаете об этом, да? Почему мы культируем Даси Расу? Почему? Хотя мы говорим, что мы в этом, ну, как бы, наша традиция это расик и ващнах, да, то есть это вкус Игорь Господа, в Матхури Расе. Почему мы культируем Даси Расу? Потому что Даси Раса это основа всех вкусов, всех, абсолютно всех. В Матхури Расе что делает преданец? Лужа. Амал Мишкода и Папа Нандриха Расе они служат всем. Друзья тоже служат. Даже вот эти игры, когда они запрыгивают на Кришну, они запрыгивают, потому что Кришна хочет этого. Гопи начинают воровать плейту, потому что Кришна хочет этого. Кришна ворует масло, а Бриджабаси, они, так сказать, не так сильно защищают это масло, потому что Кришна хочет воровать. И когда они не воруют, они начинают печалиться на самом деле. Что-то не так вообще у нас. Мы чем-то видели, что-то можно масло не так ими сделать. А нереально они начинают печалиться. Поэтому вкус происходит из Сатусанги, из Саткиртаны, из всего того, что, например, Шерпопада. То есть из всего можно измельчку забыть. Гранд Раши на два года он ки! Шерпопада ки! Нор Примананди! Харих! Игорь Негода!